Приветствую вас. По описанию, которое вы предоставили, можно сказать так, что ваш мужчина испытывает перепады настроения. Перепады настроения могут быть вызваны множеством факторов, как физиологическими, так и психическими. И с точки зрения психологии, если наблюдаются перепады настроения, то это означает определенный тип личности. И, соответственно, нужно либо понимать, что мужчина вот такой, и принимать его таким, как он есть. И в периоды, когда он находится на спаде, просто не воспринимать всерьез то, что он говорит, потому что человек очень сильно подвержен настроению, он просто видит все в разных цветах. Ну, представьте себе, что если, когда, допустим, у человека хорошее настроение, он все видит в очень ярких цветах, как в мультфильме, например. А когда человек и спас, он все видит в черно-белых цветах. И он, может быть, и сам рад бы вам помочь, но в своем настроении и в своем восприятии он не в силах делать то, что вы хотите. А вы, потому что у вас все время, можно сказать, одинаковое настроение, одинаковое восприятие, вы не в силах его понять. И он не может это понять. Но, поскольку изменение восприятия и изменение настроения не совсем нормально, то вам, как человеком здоровым, оно не относится к этой особенности с пониманием. И стараться либо ее принять, либо спокойно со своим мужчиной, когда он находится в приподненном настроении, поговорить. Сказать о такой проблеме. Если потребуется как-то показать ему его со стороны, может быть, с помощью аудио-видеозаписи, это вы уже сами выберете. Как? Думаем понял. И, скорее всего, он в этот момент себя не узнает. Скорее всего, скажет, боже, это я. И тогда вы сможете начать что-то делать. То есть, вы сможете, например, обратиться к врачу для того, чтобы провести обследование мужчины. Потом обратиться к врачу к психотерапевту, чтобы он очно установил диагноз и наношил лечение. Если таковое потребуется, то есть, начать что-то делать. Также, когда у мужчины приходит настроение, вам нужно сказать ему, что, дорогой, меня не устраивайся, то когда, допустим, у тебя плохое настроение, ты очень пренебрежительно, а иногда и грубовато со мной обращаешься. И это не нравится. Если мужчина вас любит, если он дровит вам, то начнёт что-то делать, чтобы этой ситуации не было. Если у него помощи нет, то он ничего делать не будет или пообещает, но не сделает. И тогда, конечно, конечно, не нужно воспринимать всё категорично. То есть, если вот один раз пообещал и не сделал, то всё, чуть-чуть нет. Нет, это не совсем так. Мужчине просто не придаёт значение, скорее всего, тому, о чём вы говорите. Они воспринимают всерьёз, ему кажется, что проблемы нет. Или она не достаточно серьёзная. Видите ли, мужчине сложно признать, что у него есть какие-то проблемы. Мужчине сложно признать, что у него есть какие-то слабости. И мужчине очень тяжело обратиться к врачу. Ведь это означает, что ему нужна помощь. А попросить помощи у мужчины достаточно проблематично, потому что это означает ущерб его гордости. Ведь он тогда будет как бы слабым. И это всё достаточно тяжело для человека. Поэтому вам необходимы безопасность терпения, если вы, конечно, хотите быть с ним. И разно-разно, целенаправленно, убеждать его в том, что проблемы есть. Используя, как я уже сказал, соответствующие средства. И тогда у вас получится вместе, да, обязательно скажите ему, что будете с ним. То есть там, если потребуется помощь, то вы будете везде с ним, будете всё его поддерживать. Тогда твой мужчина чувствовал, что он не один, что вы рядом, и ему будет так проще. А вот, примерно, такой ответ на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам, мам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по кругу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам благодарен. Пока желаю. Всего доброго. До свидания. До свидания.